всем привет сегодня как всегда отличные фильмы от которых вы не сможете оторваться что может быть лучше для сюжета чем писатель находящийся в своем мире и попадающий в невероятные ситуации либо в своем воображении либо в реальности итак первый фильм Бартон Финк 1991 год США Великобритания режиссеры Джоэл Коэн и Итан Коэн в ролях Джон Туртура и Джон Гудман продолжительность 1 час 57 минут триллер-комедия известный писатель Бартон Финк чтобы заработать деньги вынужден согласиться работать с крупной голливудской компанией ему нужно пересилить себя и написать сценарий к фильму о рестлинге что совершенно идет в разрез с его мыслями и его творчеством он поселяется в недорогой отель где пытается писать но ему мешает шум из другого номера он вызывает портье и жалуется на шум с этих пор его жизнь изменится навсегда потрясающий сюрреалистичный фильм очень атмосферный обязательно посмотрите второй пьянь 1987 год США режиссер Барбет Шрёдер в ролях Микки Рурк и Фэй Данауэй продолжительность 1 час 40 минут драма мелодрама комедия до чего же классный фильм и потрясающая игра Микки Рурка но кстати на заметку те кто смотрел фильм золотая перчатка сразу увидят откуда режиссер золотой перчатки взял многие идеи для своего фильма конечно же из фильма пьянь и даже поведение и манера двигаться также взяты для главного героя золотой перчатки от Микки Рурка колоритные персонажи практически все позаимствованы из фильма пьянь и название бара в фильме пьянь звучит как золотой рок а в фильме золотая перчатка соответственно как золотая перчатка главное различие в этих фильмах то что золотая перчатка фильма маньяки а фильм пьянь о спившемся писателе генри ченаски который хочет жить такой жизнью как он хочет и ему нравится именно эта жизнь чтобы вокруг кто о нем не думал принципе это тот же липовским только отличие в том что липовские не дрался а только ему самому доставалось а генри ченаски сам устраивает драки и с удовольствием дерется вы чувствуете схожесть имен ченаски и липовским кстати липовские фильм 1998 года золотая перчатка 2019 а фильм пьянь 1987 года то есть вы понимаете кто здесь главный посмотрите и вы увидите это все сами вот так мы проследили взаимосвязь трех фильмов третий фильм прекрасное безумие 1966 год сша режиссер ирвин кершнер в ролях шон коннери и джоэн вудборд продолжительность 1 час 44 минуты комедия среди писателей у нас есть еще и поэт отличный фильм шоном коннери в главной роли поэт самсон уже давно пишет свою книгу у него взрывной непредсказуемый характер и окружающим он говорит все что о них думает да еще он не пропускает ни одной красотки от чего влипает в разные ситуации с ревнивыми мужьями его содержит жена работы официанткой в кафе она постоянно занимает для него деньги и конечно самсон весь в долгах за ним постоянно гоняются судебные приставы кредиторы у него даже нет возможности дописать свою книгу приходится быть все время в движении и тут жена случайно по телевизору увидела передачу с известным психотерапевтом который говорит что он помогает писателям ну а дальше смотрите сами фильм смешной очень энергичный и классный четвертый фильм мизери 1990 год сша режиссер роб райнер в ролях джеймс кэн кэти бейтс продолжительность 1 час 47 минут триллер какой же это уютный атмосферный фильм писатель пол шелдон по дороге из колорадо лос-анджелес попадает сильный снегопад и его машину сносит с дороги у него сломаны ноги и вывихнуто плечом он приходит в себя в доме женщины по имени и не она оказывается медсестрой и поначалу пол думает что ему здорово повезло но потом выясняется что я не буквально помешана на его книгах и чем дальше тем она ведет себя все безумней и безумней и пятый фильм тайное окно 2004 год сша режиссер дэвид кеп в ролях джонни депп и джон туртура продолжительность 1 час 36 минут триллер детектив ну и конечно этот бесподобный триллер по стивену кингу разве этот фильм может надоесть его можно смотреть бесконечно писатель морта рейни живет в одиночестве в доме в лесу к нему приходит только домработница морд предпочитает одиночество и домработницу он с трудом терпит от него ушла жена он никак не может написать книгу и тут появляется зловещий незнакомец который заявляет что морд взял его рассказ и выдал за свой незнакомец начинает преследовать морда и требует доказательства что тот написал рассказ сам иначе предупреждает незнакомец для морда это ничем хорошим не закончится на сегодня все смотрите мои видео подписывайтесь на канал и всем пока пока